Календарь международных и российских научно-практических мероприятий достаточно плотный и уже каждому мероприятию определено время. Но появившаяся на календаре российских мероприятий такая конференция, как «Белые ночи» в Санкт-Петербурге, заняла свое достойное место. И я вам должен сказать, с каждым разом, с каждым годом это мероприятие становится все интереснее, содержательнее, ну а самое главное, практически значимым для многих наших онкологов. В связи с тем, что сегодня разрабатывается национальная стратегия по борьбе со злокачественными образованиями, важность этого мероприятия становится вдвойне. И я должен сказать, что мы ожидаем от новой встречи на берегах Невы очень содержательной дискуссии, значит, интересных докладов, живой хирургии, демонстрации сложных, интересных оперативных вмешательств для врачей, которые занимаются практической онкологией. И каждый раз с нетерпением ждешь, когда же встретишься со своими коллегами, с друзьями, с тем, для того, чтобы, так сказать, обсудить злободневные вопросы сегодняшнего дня. А их становится не меньше, к сожалению, с течением времени. Послание президента нашей страны Владимира Владимировича Путина нацеливает на нас, как онкологов, на такие моменты, как снижение смертности от онкологических заболеваний, повышение качества жизни реабилитированных больных. И это непростые задачи. Министерство здравоохранения очень серьезное внимание уделяет ранней диагностике злокачественных опухолей. А это, собственно говоря, ключ к решению выживаемости наших больных после проведения комбинированного лечения. Если мы научимся диагностировать на ранних стадиях злокачественного образования на уровне 70%, не так, как сейчас 52-54%, то тогда значительно большее количество больных будут переживать пятилетний срок на уровне в среднем 70%. Задачи важные, задачи трудные, но, тем не менее, они, я думаю, по плечу российским онкологам. И вот как раз на подобных конференциях, как «Белые ночи», мы должны определяться, каким путем двигаться, какие ориентиры выставлять. И, безусловно, вектор движений должен быть направлен на улучшение оказания онкологической помощи нашим согражданам. Субтитры создавал DimaTorzok